Десять дней назад полицейские Западно-Газахстанской области вместо того, чтобы цивилизованно мне вручить повестку под роспись и ждать моего прибытия, согласно времени, которое я там укажу, как законопослушный гражданин, вместо всего этого они устроили на меня охоту, засаду из-под кустов и под дулом автомата повезли в ДВД на допрос. И это называется, что они меня пригласили как свидетеля. Это все, конечно, был предлог. На самом деле они меня в течение четырех часов пытали вопросами, какое имеет отношение к запрещенному движению и их лидеру. На что я им ответила, что для меня сейчас экстремисты – это вы, правоохранительные органы и моя организация. Беспредел, который сейчас допускают эти правоохранительные органы – это все средства этой антинародной власти, этой нашей коррумпированной власти. Что я, значит, делаю правильно, требуя отставки этого правительства. И как выступала против китайской экспансии, так и буду выступать. Полицейские мне сказали, что 26 октября мне не надо выходить на митинг. Естественно, я им сказала, что это мое дело. Когда захочу, куда захочу, я выйду. Хоть на кухню, хоть на балконе, хоть во дворе. Я сделаю свой митинг. После их вооруженного нападения у моего сына от переживаний случилось обострение болезни. И всю неделю я провела сомнения, как теперь быть. Потому что все, что я делаю, вся эта борьба, это делается ради него. Я хочу, чтобы он получил достойное лечение. Я хочу, чтобы он был здоров, чтобы у него была долгая такая ремиссия. Меня не покидает надежда, что он когда-нибудь все-таки излечится от этой болезни. Я хочу, чтобы у него были права и свободы, чтобы он жил в демократичной стране. И вот видите, мои все действия оборачиваются ухудшением его состояния из-за этих полицейских. Не могут нормально человека пригласить в полицию, где бы я им спокойно так же ответила бы. Потом я решила, что выйду во двор и с плакатом постою хоть пять минут. Однако 26 октября ДВД ЗКО организовали в моем дворе выставку полицейского автотранспорта. Три машины с 12 полицейскими более половины суток просидели. Вы представляете, какие затраты на меня одну? Если считать среднедневную зарплату полицейского 9 тысяч тенге, то получается вместе с сопутствующими затратами, бензин, налоги, получается 150-200 тысяч было потрачено на одну только меня. А сколько полезных дел могли они за этот день сделать? Реальных преступников поймать, реальных настоящих дел сделать? Сколько могли они раскрыть преступлений, поймать убийц, насильников, грабителей? Вместо этого они сидели в моем дворе и стерегли меня, чтобы никто не услышал эту правду. Эту правду, которую знает весь народ. Государство настолько привыкло грабить миллиардами долларов, что вот эти миллионы, которые они сейчас тратят на свой народ, на борьбу с народом, миллиарды, наверное, тратят они, считают сущими копейками. Для них ничего этого не значит. Главное удержать власть, чтобы дальше миллиардами долларов грабить. Миллиарды тенге для них это не проблема, потому что они грабят миллиардами долларов. И в этом во всем им помогают эти полицейские. И они меня поражают. Они ходят в форме. У них головной убор полицейский. И под этим головным убором ни одной мысли. Ни одной мысли совершенно. Я делаю это вывод из того, что они совершенно не помнят слов своей клятвы. Они, вступая в ряды МВД, дают присягу соблюдать законность Конституции и защищать свой народ. По факту они сейчас борются с собственным народом, выполняют антиконституционные приказы, антизаконные приказы. Если народ возмущен, то возмущен народ не просто так. Значит, администраторы, которых якобы мы выбрали, не справляются со своими обязанностями. Только поэтому народ ведь возмущен. А если эти администраторы подавляют возмущение народа при помощи этих полицейских, значит, они выполняют преступные действия, потому что это всего лишь администраторы. А власть в стране – это народ. Единственным источником государственной власти является народ. И полицейские этого не знают. Представляете, насколько у нас безграмотные полицейские. У них нет никакого логического мышления, что если народ, власть возмущен, то значит, эти администраторы делают все, чтобы грабить народ и до конца распродать свою родину. И используют против народа, часть народа, полицейских, которые, не задумываясь, выполняют антиконституционные, антизаконные приказы. Настолько у нас безграмотные полицейские. Я поражена. Они не понимают даже, что они являются сейчас, на данный момент, клятвоотступниками и предателями. Продолжение следует... Продолжение следует...